Александр II Александр II – одна из самых сложных и трагических фигур отечественной истории. Александр II начал царствование в 1855 году и завершил свой жизненный путь 1 марта 1881 года в результате террористического акта, который был совершен деятелями из Организации народной воли. Борисов Николай Сергеевич – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века Исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Как личность, конечно, Александр II был очень интересным человеком, интересной личностью. Но, во всяком случае, мы должны вспомнить, что его воспитанием очень внимательно занимался его батюшка Николай I. Николай I, с одной стороны, сам был человеком очень консервативным, конечно, но, с другой стороны, он был очень неглупый человек, который понимал, что нужно дать сыну такое образование, которое позволило бы ему стать хорошим правителем, которое позволило бы ему найти какой-то компромисс, какое-то лавирование между разными проблемами, разными течениями общественной мысли. Но достаточно вспомнить, что одним из воспитателей был Жуковский Александр II, наш замечательный поэт Василий Андреевич Жуковский. Александр отправлен был в путешествие по России. Николай I в 1837 году сказал ему, «Все, ты уже взрослый человек, тебе 20 лет, давай-ка поезжай, посмотри на страну, которой тебе предстоит управлять». И вот он отправил сына путешествовать по России с небольшой свитой и дал ему такое требование, что ты должен каждый день писать мне письмо. Ну, в крайнем случае, раз в два дня, но не меньше. Что ты видел, где вы проехали, какие мысли тебе при этом в голову пришли, как ты думаешь решать ту или иную проблему, с которой ты столкнешься. И я говорил Николай I, буду внимательно читать, немедленно, как только получаю твои письма, и немедленно на них отвечать. И вот эта переписка уникальная, конечно, она сохранилась до наших дней, она опубликована. И это показывает действительно великолепный опыт, который он получил, будущий Александр II. Но достаточно сказать, что он стал первым русским царем, который побывал в Сибири во время вот этой поездки. Он был в Тобольске, он посмотрел, что это за такое явление, знаменитое наша русская Сибирь. Огромная тюрьма без крышек, как ее называли современники. Ну, кроме того, конечно, воспитание гуманитарное, вот это у него было. Он любил поэзию. Ну, достаточно сказать, что его близким другом был поэт Алексей Константинович Толстой. Но, с другой стороны, он был храбрый человек. Известный эпизод, когда он на охоте в Беловежской пуще с рогатиной на медведя ходил. И медведь встал на задние лапы и двинулся на него. И он мог убежать и спрятаться за спины своих солдат, но он пошел с рогатиной на медведя. И медведь налетел на эту рогатину и, так сказать, был убит. Поэтому он был человеком, который соответствовал тем задачам, которые перед ним стояли. Размышляя о историческом пути этого правителя, этого императора, мы должны, конечно, прежде всего посмотреть на то, какое наследство ему досталось. Какие проблемы он должен был решать, получив их в наследство от своего отца, от Николая Первого. Центральной проблемой для тогдашней России, конечно, была проблема крепостного права. Крепостное право – это боль русской интеллигенции, это боль русской истории, потому что это действительно рабство. Крепостное право возникло еще в 16-м столетии. Оно существовало несколько веков. И ко времени Александра Второго ситуация была такова, что крепостное право было основой материального благополучия правящего класса. Поэтому отменить крепостное право таким одноразовым, так сказать, решением было просто невозможно. Это была бы драма. Подходили к этой проблеме осторожно, подходили все русские правители, начиная с Екатерины. Екатерина Великая пыталась как-то такое прощупать почву, но быстро поняла, что это слишком опасно. Павел Первый издал указ о трехдневной барщине, и считается, что это было одним из его причин, его гибели, потому что дворянству это, конечно, катастрофически не понравилось. Но дальше Александр Первый. Он подходит к этому вопросу несколько раз в начале своего царствования, в конце своего царствования и не решает. А суть в том, что все правители понимали, что правящий класс – это сила, с которой бороться практически невозможно. Это будет означать просто гибель для такого правителя. Но, с другой стороны, Александр Второй получил от отца эту проблему уже, я бы сказал так, тщательно проработанную, потому что при правлении Николая Первого было около десяти различного рода указов, так или иначе ослаблявших крепостное право. Но сделать самый важный шаг, отменить его, в конце концов, это было сложно. И вот здесь свою роль сыграла Крымская война. Ну, известно, что Крымская война была, по сути дела, проиграна Россией, что причиной этого была слабая экономика России. Обычно для развития промышленности нужно что? Капитал, свободные рабочие руки и рынок сбыта. И вот крепостное право мешало созданию крупных капиталов, потому что помещики собирали деньги у крестьян, тратили на свои нужды в основном. Свободных рабочих рук не хватало, и рынок сбыта был крайне узким, потому что нищие крестьяне, как покупатели, ничего из себя не представляли. Рассказывают, что перед кончиной Николай Первый беседовал с своим сыном, с Александром Вторым, и сказал ему, «Прости, Сашка, в плохом порядке оставляю тебе команду». А потом помолчал немного и показал сжатый кулак, и сказал, «Держи все вот так». Потому что, я думаю, смысл этой фразы в том, что Николай Первый понимал, с одной стороны, что нужно менять, но с другой стороны, что это нужно делать крайне осторожно. И вот Александр Второй принялся за решение этой задачи. Он занимался этим около пяти лет, с 1856 по 1861 год. Примерно пять лет. Причем, когда мы смотрим на его действия в этой ситуации, то мы видим образ человека, идущего по тонкому льду. Он делает шаг и останавливается, и слушает, как не проваливается, треска, нет, можно идти дальше, да, вроде держится. Тогда он аккуратно делает следующий шаг и опять ждет. Ждет несколько месяцев, порой год. И вот таким осторожным движением, осторожным движением Александр все-таки привел эту ситуацию к тому, что можно было издавать манифест в 1861 году. Были созданы специальные редакционные комиссии. Но суть в том, что идея Александра Второго состояла в том, чтобы убедить дворянство, что дворяне сами просят его. Не он, царь, навязывает им эту реформу, а дворяне сами просят его провести эту реформу. На самом деле дворяне не просили. Дворяне были просто в ужасе. Как же мы будем жить-то без крепостных? Кто же нас будет кормить? Ну, кроме того, условия реформы были таковы, что внешне, по крайней мере, казалось, что дворяне ничего не теряют. Они получают выкупные платежи, они получают проценты, если положить эти выкупные платежи в банк. Но тут было только одно «но». Дворяне должны были хорошо распорядиться этими деньгами, которые они получали в качестве выкупа за своих бывших крепостных от государства. Государство 80% от этой суммы им выплачивало. Вот, пожалуйста, всё, берите. И если бы дворяне аккуратно отнесли это в банк и получали, как положено, 6% годовых, то они бы ничего не потеряли практически, да. Но дворяне есть дворяне. Они бросились играть в карты, поехали за границу, купили себе хороших лошадей. И в конце концов всё это посыпалось очень быстро. Очень быстро выкупные платежи были истрачены, дворяне оказались на мели. И вот здесь вырастает недовольство, опять недовольство правящего класса. Надо было, конечно, каким-то образом эту ситуацию разрядить. И вот сказавший «А», Александр должен был сказать и «Б». И проведя реформу крепостного права, он вынужден был провести ещё целый блок реформ, которые мы называем буржуазной реформой 60-х, 70-х годов. А современники называли «Великие реформы». Великие реформы. Действительно, с точки зрения русской истории, это был большой шаг вперёд. Какие реформы? Ну, реформы эти хорошо известны. Это земская реформа, создание земств, органов местного самоуправления. Это создание нового принципа комплектования армии, военная реформа. Это судебная реформа, создание суда присяжных, создание нового университетского устава. Я думаю, что эти реформы действительно по справедливости дают имя Александру «Царь-Освободитель», создатель великих реформ. У него была хорошая группа советников. Он понимал, что здесь нужно действовать тоже очень осторожно, продуманное. Но так или иначе, весь этот блок реформ был осуществлён. И это был тоже большой шаг вперёд в России. Надо было развивать экономику и с точки зрения промышленного переворота. Дело в том, что при Николае I в России начался промышленный переворот. А что такое промышленный переворот? Это переход от мануфактуры к фабрике, к автористическому, по сути дела, производству фабричному. Но этот промышленный переворот, как историки считают, начался в России в 40-е годы 19-го века, а закончился в 80-е. То есть при Александре II развивается промышленность. И здесь огромную роль играло, конечно, строительство железных дорог. Этим начал заниматься ещё Николай I, который построил, как известно, первую железную дорогу, Петербург-Москва. И в 1851 году открылось там движение. Но это продолжал делать Александр II. Причём он финансировал из государственной казны проекты строительства железных дорог. Вот одна из особенностей вообще нашего капитализма российского состояла в том, что оно тесно связано было с государством. Нашим предпринимателям не хватало капиталов. Оно брало взаймы у государства, или же само государство просто напрямую бралось. Это вот вечная проблема. Нехватка капиталов. Нужны были иностранные инвестиции. Проблемы, в общем-то, вечные. Иностранные инвестиции можно было получить, обеспечив политическую стабильность. Тогда иностранцы могли свои деньги вкладывать в Россию. А если стабильности нет, они не будут рисковать. Так что надо сказать, что Александр сумел обеспечить вот такой климат в обществе, такой климат в экономике, при котором выгодно было крупные строительные проекты, выгодно было строительство железных дорог. Ну и необходимо, конечно, для России, потому что это еще и вопрос обороны, военный вопрос, переброска войск с помощью железных дорог тоже вопрос был очень важный. Надо сказать, что реформы не закончились. Реформы продолжались. И то, что было сделано, это было лишь первым шагом. И вот в конце правления Александра была знаменитая комиссия, Верховная распорядительная комиссия под председательством генерала Лорис Меликова. И по поручению императора они готовили новый проект реформы. По сути дела, это было народное представительство. С разными ограничениями, конечно, но это был шаг, еще один шаг к парламентской системе, к парламентской монархии. И вот, к сожалению, для России этот процесс был прерван убийством самого императора 1 марта 1881 года. Придя к власти, его сын Александр Третий стал проводить гораздо более консервативную линию. И в итоге получилось то, что страна как бы остановилась в своем развитии на какое-то время. Это трагедия была, трагедия. А Александр Третий считал, что отец слишком много воли дал и начал так называемые контрреформы, суть которых состояла в ограничении тех... Не полной отмене, конечно, этого нельзя было сделать, но в ограничении, в трансформации вот тех либеральных реформ, которые провел Александр Второй. Это действительно была роковая ошибка нашей революционной интеллигенции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова